еще раз шаббат шалом дорогая община дорогие друзья всех тех кто смотрит нас прямой эфире этот день сотворил господь амен и будем радоваться веселиться в тот день который он сотворил милость и благость бога здесь на земле я раздумывал над тем какой же какую же тему сегодня дать когда мы пока еще в карантине в изоляции многие люди уже немножко подустали готовы собрать все свои вещи и выйти на улицу но слава богу что у нас есть здравый смысл у нас и здравая разумение а то что всему всегда приходит конец приходит время болезням и исцелением раскидывать камни собирать сетовать и радоваться и на нашей улице тоже будет праздник и все скажут аминь мы будем очень рады услышать от вас в наших комментариях или же писать что люди уже пишут о том что рады нашим нашему общению прямым эфиром вчера я смотрел прямом эфир из польши мессианское служение и я скажу так я так был рад смотреть и друзья спасибо вам спасибо вам большое что вы устроили это прекрасное служение вчера в польше они делают его пятницам и я был очень очень вдохновенно пастор кшистов спасибо саша и аня и на спасибо заслужение запад пославление всех кто участвовал знаете моя сегодня тема вера надежда любовь из каждый скажет ой 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 можно повторить каждый из нас хотя кто изучает слово божье может продолжить это место писания сказать а любовь из всего этого больше действительно вы правы но не любви хочу сегодня говорить но время во время карантина но хочу говорить и надеяться что фактически карантин немножко послабят я уже говоря говорят о том что в следующей неделе какое-то будет послабление карантина и надеюсь что мы скоро встретимся все месяц как община невозможно верить без первоначально надежда которая пробуждается в любви но все же скажите а что за философия не будем говорить о философстве и философствует но будем говорить надежды которая питается фактически изнутри из любви божией потому что без любви которая бог дает нами дал нам по святом духе чтобы написано что любовь боже излилась наши сердца духом святым поэтому надежда и вера подпитываются любовью которую мы имеем к богу о чем мы мечтаем друзья о чем же мы надеемся в чем же наша надежда надеемся иметь совершенную семью надеемся после карантина все все станет на своими места на свои пути что в семье наладится что стране поднимется экономика надеемся зарабатывать мы надеемся приобрести квартиру машину на на крайний случай велосипед эко такой транспорт чтобы спасти мир от погибели не знаю надеемся что скоро карантин закончится и мы снова вольемся в обычный ритм жизни надеемся мы с вами настолько вообще за в обыденном смысле в этот повседневной жизни используем слова надежда что забыли вообще истинную силу и и смысл этого слова истинная сила в этом слове надежда почему говорю об этом потому что в нашем лексиконе ежедневном либо нет у нас есть выражение которое мы часто слышим надеюсь все получится как бы с такой безнадёгой да вот когда надеюсь все получится смысле что есть большой шанс провала или же мы говорим надеюсь пронесет надеюсь вот эти слова надежды мы используем ножка как то так не по назначению это на мой взгляд потому что у нас есть пословица на бога надейся а сам не плашай возможно вы удивитесь моему заключение но я верю и вижу в писании надежда которая у нас есть она не сходит с неба что то значит она сотворена или рождена в вечности именно надежда до слова то есть которое у нас есть она часть вечности и она дается свыше 1 кориффинам 13 глава 13 стих говорит а теперь пребывает все три вера надежда любовь но любовь из них больше мы не будем говорить о любви но мы говорим о надежде эти три вещи они часть вечности друзья может быть вам еще не понятно о чем я говорю но они стали и они являются частью вечности там где мы хотим провести наше время и если они часть вечности нам нужно поднять наши ожидания нам нужно поднять повыше надежду когда как руки когда вы поднимаем к богу на немножко поднять выше наши ожидания и надежды это удивительное чувство бог поместил внутри каждого человека для того чтобы бороться стремиться и творить потому что мы все это делаем с надеждой что все это будет лучше что она получится если нам вот нужно мы всегда просим у бога и бог отвечает если вам было дано обещание от бога если вы верите о божьем помилование и избавление как обещание которое бог дал просто говорит я тебя исцелю я твое исцеление я твоя надежда я твое имущество я твой бог и вот если мы верим тогда нам необходимо надежду выдвинуть на фронтальную линию то есть на фронтовую линию нашей борьбы наше переживание сделать ее передовым авангардом нашей жизни нашей веры в боге надо надежду сделать авангарда перепоставить и переди всех остальных действий которые мы делаем надежда которая у нас есть это видение то есть это надежда творит видение то место куда мы идем нечто то что цепляется за небеса мы как руки которые эти мы цепляемся мы хотим что-то получить она кричит умоляет она пытается взять то что мы не видим забрать то что наше поднять то что потеряно это надежда вот эта надежда мы когда в что-то теряем да мы имеем надежду что мы ее найдем вот то что вы потеряли и начинаем действовать и верить что вот здесь там мы начинаем думать и двигаться дальше надежда как я сказал творит надежда рисует нам картину будущего и к этому будущему мы пытаемся идти это есть надежда вера же есть осуществление ожидаемого уверенность невидимого 11 глава евреям это золотой стих многих многих верующих людей потому что они хотят сказать что моя вера она с ним берет то что невидимое и вот а же слово ожидания в этом смысле здесь имеет несколько слов надеяться уповать полагаться рассчитывать другими словами вера же есть осуществление надежды и уверенность невидимом это надежда вот этот двигатель имея видение нашего будущего нашу картину счастья когда мы имеем это все у нас начинается пазл их идти вместе картину которую мы хотим видеть какими вообще надеждами мы себя утешаем что у нас есть что делает одна надежда к нашей верой для получения того что чем мы мечтаем бог сотворил надежду как горючее вот вот надежда как горючее для нашей веры что может они красивое сравнение но это как энергоресурс который двигает веру и если эта энергия заканчивается внутри нас это то что мы хватаемся с надеждой в боге тогда нам нужно ее пополнить потому что когда мы заливаем бензин в бак машины которая везет нас к цели куда мы едем на каком-то по отрезке пути нам нужно заправиться потому что есть расходник друзья я хочу чтобы вы мы понимали что нам необходимо это надежда пополнение находится в божьем любви пополнение именно надеждой находится у бога то есть как я говорил она сотворена на небесах и бог ее эту надежду дает находится в любви бог любит мир ибо так возлюбил бог мне что он отдал сына своего вот это любовь которая сошла на землю и дала нам надежду что где он там и мы будем евреям 6 глава мы начали 17 стих посему и бог желая преимущественно показать наследником обетования непреложность своей воли употребил посредством клятву дабы из двух непреложных вещах которых невозможно богу солгать твердое утешение имели мы приобревший взяться за предлагаю предложащую надежду а вот надежда которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий входящего внутренне за завесу куда притечию за нас вошел ешуа сделавшись первосвященником навеки по чину мелхоседока друзья момент такой надежда как это как якорь который смотрит за завесу туда где-то в будущее где ешуа уже царствует где ешуа как первый священник вошел и он когда тыствует за нас и во времена зачарование или падение которое у нас есть если мы будем сматриваться туда за завесу с надеждой тогда верой мы поднимемся и все преодолеем вера надежда любовь эти дары от бога нам даны для того чтобы мы их развивали это не просто так что-то произошло с нами мы резко как-то любим любовь она нечесть своего любовь она не завидует а надежда она смотрит в будущее не как как я к зацепиться и вот она это надежда питает нашу веру что получить от бога обетование которое мы имеем римлянам 15 глава 13 стих бог же надежды до исполнит вас всякой радости мира в вере дабы вы силой духа святого обогатились надеждой друзья я думаю что это очень золотой стих сейчас в проповеди для людей которые как-то вот зацепили за богом уверен что он есть и хотите получить ответы от него и на каком-то пути ваши отрезка вашей жизни выйдет а упустили эту надежду то есть во вера как-то ослабла нечем ее подпитать и вот здесь смотрите как она начинается бог же надежды бог надежды наш бог это бог надежды который он дает нам он дар надежды дал нам чтобы мы поверили и вот здесь интересно что он чтобы мы на исполнили всякой радости и мира в вере другим словами надежда подпитывает нашу веру духом святым и наполняемся обокатить обогащаемся идем дальше послание сегодня каждому верующему человеку каждому верующему человеку в это время карантина возможно самого трудного времени для миллионов людей даже в украине это очень сложное время чтобы мы это слово чтобы от бога я чувствую что должен сказать чтобы мы возогревали себе в себе надежду так как наш бог бог надежды наполняет нас радостью и верой чтобы все пройти все преодолеть если надежда это дар божий для нас тогда мы должны быть открытым чтобы дух святой нас наполнял этой надеждой и мы в свою очередь будем возогревать то есть развивать как поток который должен изливаться изнутри нас радостью чтобы люди которые нас увидят с которыми нами общаясь скажи почему как верующие люди вы радуетесь когда все так сложно потому что у нас есть обетование у нас есть обетование от бога у нас есть обещание от бога а если обещание носить надежда а если у нас есть надежда она подпитывает нашу веру и мы все преодолеем надеюсь вы понимаете о чем я говорю и риме 17 глава 13 стих ты газ господи надежда израиля все оставляющие тебя посрамятся отступающие от меня будут написано прахи господь говорит потому что оставили господа источник воды живой мы говорим над господь надежда израиля он является источником воды живой а ешула что те что говорит иоанна 7 глава 38 стих кто верует в меня уток написано и в писании из чрева потекут реки воды живой другими словами они не потекут эти реки от тебя потому что ты как хороший человек если ты господин ты приближаешься к богу надежды израиля да тогда ты наполняешься этим источником который течет сверху если он в тебе то ты из его отпускаешь чтобы другим давать надежду классическом классический вариант или пример веры и надежды писание являются 2 2 личности 2 личности которые для нас они важны и мы этими личностями очень часто гордимся потому что это отцы и матеря нашей нашей нации нашей веры авраам и сара да они получили слово от господа о земле и наследии две вещи которые получили ты идешь в землю битовано это твоя земля твоим потомкам и потомки у тебя будут если эти слова которые бог дал были видением для жизни на земле и они искали все таки это это от отечества в котором они уже жили и где творцом был вообще бог они искали то отчество в небесное понятно как бы иерусалиме том место где они бы утешались сверху бог дал им надежду о потомстве и это надежда толкала их верить что все слова которые сказал бог они исполнятся бог дает обещание как и каждому из нас и дает еще как бы туда надежду вкладывает верой мы получаем что все слова которые бог дал они исполнятся и вот эта картина куда мы идем надежда до куда мы идем где что мы нарисовали она будет под нас подталкивать этим будем жить и будем двигаться это называется вера и сказал господь авраама пойди из земли твоей от родства твоего из дома отца твоего в землю которую я укажу тебе я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя возвеличу имя твое будешь ты в благословении я благословлю благословляющих тебя злословящих тебя прокляну благословляют благословляться в тебе все земные племена друзья это обещание которое бог дал аврааму и конечно же сара была рядом она понимала что бог делает в четвертом стихе смотрите и пошел авраам как бог ему сказал и все он взял эту надежду это слово и пошел то есть действие веры было в нем давая надежду бог не давал не давал временное обещание послушайте когда бог дает надежду бог не дает временное обещание в жизни авраама и сары приходили различные ситуации в них в их жизни они понимали что эти обещания они вечные потому что это потомкам твоим и дать в роды и роды это обещание очень очень интересно потому что мы часто хотим чтобы бог исполнил наше обещание а не думаем о том что это эти обещания могут еще исполняться в наших детях это мы нам нужно расширить свой лексикон прошение к богу чтобы опрашивание о видении о благополучии для себя но знаете что в жизни сары и авраама приходили всякие искушения сомнения приходили даже авраам говорил вот у меня уже мой раб который у меня вырос фактически останется наследником всего приходили искушение смотря на то что происходило но бог сказал аврааму очень такой интересный момент я дам тебе эту землю и потомкам твоим и чтобы показать насколько его слова сильны и встать ему надежду то есть видение на будущее он у показал как по-украински говорят зореный всесвит красиво звучит в украинском языке зореный всесвит то есть показал ему небес небо звездное небо и вот и вот это вот так будет количество твоего наследия вот так как звезды на небесах и показал конечно песчаный карьер ты если ты сможешь посчитать этих маленькие песчинки картину ведь мечтаний бог показывает аврааму его картину мечтания надежды видение которое нужно переживать каждый день я зачитаю там место очень длинное местописание но если хочу зачитать потому что это очень критическое особенно в наше время когда мы проходим карантин когда ситуации и в мире экономики в стране в семьях городе она она не стабильно очень сложно веру и авраам повиновался призванию идти страну которая имел получить наследие и пошел не знаю куда идет верою обитал он земле обетованной как на чужой и жил шатрах с и цаком и яковом со наследниками того же обетования ибо он ожидал город имеющие основания которые художник и строитель бог веру и сама сара будучи неплодна получила силу принять семя и не по времени возраста родила ибо знала что верен обещающий и потому от одного при том омертвелого родилось так много как много звезд на небе как бесчислен песок на берегу морском все они умерли в вере не получив обетование а только издали видели он и радовались и говорили о себе что они странники и пришельцы на земле ибо те которые так говори говорят показывают что они ищут отечество и если бы они в мыслях имели то честь из которого вышли то имели бы время возвратиться но они стремились к лучшему то есть к небесному посему и бог не стыдится их называть себя их богом ибо он приготовил им город верую авраам будучи искушаем принес жертву и цака имея обетование принес единородного о котором было сказано в исааке над наречется имя семя извините ибо он думал что бог силен и мертвых воскресить почему и получил его предназначение вот эти стихи все это происходит вот то что я описал когда мы ты и я пытаемся жить верой надежда которая показал и дал бог тебе как и аврааму бог дает откровение для каждого из нас надежду будущем как он дал это аврааму и что важно что если бы это было просто выйти из отечества если люди которые они были в грехе и они выйдя из греха из того отечества где они жили да и не по не не получив как бы от или утратив надежду в боге не достигла этого этого видя которое бог дал они как почему-то возвращаются в то отечество а с которого они вышли хотя должны искать выше вышнего то есть горнего то что божье сара смотря на свое природное тело видя и понимая абсурдность слова господа и поэтому вы помните она смеялась она хихикала тот год когда и пришли сказали через год у тебя вот ребенок и и тело переживала вообще трансформацию за год я хочу сказать об этом потому что многие люди которые в течение многих лет имея откровение от бога сегодня смотрит на свою ситуацию и немножко улыбаются хихикают но когда-то произойдет что-то произойдет а бог в этот год в этот год и она смеялась сара смеялась потому что понимала что это не невозможно это тело еще и родить но за год получилось трансформация что-то произошло с ней что она получила не семя авраама я думаю что они не один раз поле это пытались иметь наследие но в этот в этом году который бог сказал в один момент она получила семя верности бога который он обещал друзья это время где бог может и хочет чтобы это семя вложилась в ваше сердце надежда которой вы жили двигались раньше вера которая возможно где-то пошатнулась сегодня бог говорит о том что здесь сейчас время получить свое обещание когда у нас на протяжении многих лет подбирается состояние сарах их мы хихикаем над обещанием которое бог дал 20 лет назад 10 лет назад а может быть год назад они не исполнились а мы так хотели мы так хотели нам хочется смеяться но я скажу так нам нужно и стоит наполнить себя святым духом и протянуть руки к небесам откуда приходит надежда надежда вот эта попытка вот туда в невидимое протянуть свои руки бог знал что им придется страдать бог знал что им в земле будет сложно бог знал что будет искушение знал что придут разочарование и фактически не спешил с выполнением до определенного момента возможно твоей жизни и столько прошло времени бог знает что приходит искушение бог знал что ты будешь искушаем вернуться обратно каким-то вещам которые ты делал есть искушение которое происходит мы оставить все лучше все пускай все горит синим пламя какая разница верю бога он есть лишь бы дойти до небес друзья я вас прошу вам нужно понять что бог не спешит чтобы исполнить и обета обещание потому что вам так искушаемо плохо а хоть что вы преодолели человеческим разумом все то что искушает вас и определились с вашим предозначением несмотря на возраст обетование который бог вам дал бог пришел тогда когда никто его не ожидал бог пришел тогда когда все мечты были просто в прахе для сары и для авраама и только они могли где-то смеяться потому что своем теле они видели всякую абсурдность обетования но знаете бог он верен своем обетование обещание знаю что будет такие времена бог дал аврааму картину обетования то что чтобы каждый день видел ночью он выходил до напоминание спасибо большое потом вышел утром песок в пустыне опять напоминание бог дал а когда давал обетование посмотри на небо внутри под ноги что для нас сегодня является этой картиной которых предстоит перед вашими глазами каждый день что нам напоминает о божьем обещание что должно поддержать твое и мое видение на каждый день все равно происходит хотя что для вас рыба что для вас каждый день напоминание о божьем обещании для меня я скажу так украина и одесса является ежедневным по напоминанием божьего обещания а может у вас есть и другие вещи которые к просыпаетесь каждый день и видите их квартира чудесным образом который бог дал и говорит посмотри я буду тебя вести в эти дал квартиру или там дом момент такой да и посыпаешься и ты видишь как благ бог напоминание может быть и забыл а может автомобиль или дети ваши дети которые бог вам дал напоминание каждый день о том что он верен обещаниям эти вещи которые вокруг вас они могут быть обещанием и напоминание обещание который бог дал ты возможно даже не задумываешься что может быть твоей надеждой но посмотри вокруг себя пусть то что бог уже сделал твоей жизни станет твоим напоминанием его обещание то что он уже сделал и возьмись эту картину что он сделал это однажды и будет дальше тебя вести однажды один человек сказал мне что рэбби я так разочарован и разбит вашими словами вы все мои надежды просто это в слили в к в одно место знаете я я не хотел как человека либо обидеть чтобы сказать я просто не понимал его он даже сказал что у меня бы нет уже даже слов он искал у меня ответы для своих в трудностях утешение трагическом переживании которые их постигла и что я своими словами разбил все надежды возможно ваши надежды которые вы полу вы получали от бога и разбиты как однажды надежды иосифа иосиф подрастал получил откровение от бога он ведь мил видение какой-то цели прийти это было от бога видение туда нужно прийти к тем местам уже было прийти и в один момент и вот его братья разбивают его сны видение или мечты надежды которые он имел ну можно сказать так как написано бог был с иосифом в то время это означает не конец мечте не конец вашего видения не конец надежды когда ты знаешь кто ты в боге никто не может разбить твою надежду никто не может забрать твое видение которое ты получил от бога люди не могут разбить вашу надежду когда ты знаешь кто ты в боге ты можешь быть разочарован возможность у тебя будет искушение но если ты знаешь что ты в боге ты никто не сможет забрать и отлучить от божьей любви нам надежда нам нужно надежда и надо от богом чтобы не за чтобы не запрятать под пол ваши цели что я имею ввиду когда мы имеем видение или надежду мы движемся и когда мы из истекаем или же у нас происходит недостаток той надежды мы начинаем тормозить и бог дает видение надежду чтобы это она подпитывала нашу веру толкала как как двигатель или же как тут энергия которая двигала бы нами и чтобы мы не остановились на полпути не спрятали под пол свои мечты грезы мы хотим двигаться дальше надежда это горючий для движения к цели они для взрыва эмоций и выражать это своим близким и родным слышите нет надежда это тут то горючее не для взрыва эмоциональных переживаний а для того чтобы твоя вера двигалась дальше это вот это надежда не того чтобы обвинить кого-то в том что вас тормозят виноват тот он мне тормознул не додали это он мне не додал чтобы исполнить мое видение мою надежду бог если дает надежду он будет тобою двигать имейте веру божию может кто-то тебе сказать да не надейся на чудо люди будут говорить не надейся на чудо перестань надеяться на лучшее разве ты не видишь что происходит в мире друзья нам нужна надежда нам очень нужна надежда в это время очень важно не пасть духом не отпускать свои руки не пасть в уныние как написано в при в притчах 13 глава 12 стих надежда долго не сбывающийся томить сердце а исполняющийся желание как древо жизни давайте не падать в эти искушения опустить руки под духом в уны в уныне не стоит нам нужно иметь надежду если да долго не исполняется не опускайте ваше сердце но двигайтесь вперед я хочу я расскажу две истории которые меня впечатлили по жизни мой брат и невестка после брака не могли иметь детей они верили и мечтали о полноценной семье как каждая молодая семья мечтает они просто молились но и все ну и все вокруг он говорит так он они говорили о своей ситуации они пытались сделать очень много они делали все возможное чтобы стать родителями и когда им сказали что нет никакой надежды на беременность они все равно стучали в небеса они все равно имеют надежду хватаясь за любое слово которое бог давал и знаете удивительно что было слово многими пророками в их не уже что они будут родителями они уже из потратились деньгами они делали все возможное но однажды пришло то о чем они даже и не предполагали я не буду входить в детали что происходило но я могу сказать 11 лет назад я стал дядей если я рад смотреть и видеть свою племянницу достигающими такими успехами в гимнастике языках такое маленькое шило для нашей семьи и мы все очень рады еще одна история это служители общины это олег ира щепанские несмотря на сложность своего здоровья 15 лет тому на получили они обетование в исцелении и пол в полноценной семье знаете тогда бог сделал снизу них чудо спустя некоторое время долгое время получив уже исцеление в своем теле они мечтали что будет семья и вдруг в один момент мы получаем звонок говорит помолитесь мы беременны мы наша мечта и или же тут желание надежда да вот что имеет иметь семью она исполнять мы идем к этому через время была трагедия конечно трагедии которую мы называем потери ребенка это было очень тяжело это уже даже врачи говорит послушайте вашей ситуации в с вашим здоровьем то есть вместе с вашим то что пережили с лекарствами здоровье иметь ребенка зачать это во первых чудо первое а второе даже выносить его нет нету перспективы на вот что он будет нормальным они говорят нету надежды никакой что ваши дети вообще или вообще вы будете рождать и знаете мы дождались мы дождались на свет тимофея них родился сын который вопреки всем надеждам врачей они получили обетование которое в боге сверх и надежды они верили что бог даст это чудо по именем от тимофея его называют симха радость для своих родителей и возможно вы еще не поняли что через ваши обстоятельства которые вы живете вы не понимаете что наш бог он верный бог бог который обещал он исполнить он верен своим обещанием и всегда наше желание которое мы имеем не всегда не а исполнит как мы хотим он обещает и он делает то что он хочет это что он обещает он исполнит наше понимание исполнения от божьих обещаний не совпадает с теми путями которые бог часто используют нужно как мы хотим не вся как он это делает его ответ или выполнение его обетование иногда мы хотим очень быстро чтобы это исполнено завтра и возможно временные сроки которые мы ожидаем от бога они совсем не выпадают с божьими временами сроками но об этом можете просить моего брата или иру с олегом что временные сроки у бога различные но когда исполняется надежда тогда вера становится как дерево жизни и вот чтобы вы понимали это бог который исполняет эти надежды они становятся как дерево и все что тебе сегодня нужно так это молитва молитва с протянутыми руками руками книги в небеса вот знаете это такая надежда которой мы хватаемся держимся там есть надежда там в небесах есть вера там в небесах есть любовь я хочу сказать вам выпроси вымоли и спроси у бога все эти три вещи для того чтобы пойти своей своим жизненным путем выпроси сегодня единственный путь до человека получить обетование это протянуть руки в небеса римляна 14 глава говорит я заканчиваю над этим над этим и так по вере чтобы было по милости дабы обетование было не приложено для всех не только по закону но и по вере потомкам авраама потом который есть отец всем нам как написано я поставил тебя отцом многих народов пред богом которому он поверил животворящим мертвых и называющие несуществующие как существующие он сверх надежды поверил с надеждой сверх надежды поверил с надеждой через что сделался отцом многих народов по сказанному так многочислено будет семя твоем и снимай не измерших в вере он не помышлял что тело его почти столетнего уже омертвела и утроба сара на омерть по мертвение не поколебался в обетование божьим неверием но приобрел твердое твердость вере воздал славу богу и будучи вполне уверен что он силен исполнить обещание потому менялась ему это в праведность ключ еще один праведности поверил сверх да вот в надежде сверх надежда сверх надежда друзья если вам нужно исцеление вот долго ждете но вам было сказано что вы его получите сверх надежды в надежде схватите за обетование которое бог дал и пускай она исполнится сегодня сегодня день спасения для каждого из нас сегодня день спасения для тех кто в зависимости тех кто в отчаянии тех кто в болезни сегодня день день спасения для меня потому что я с надеждой стремлюсь небеса я мечтаю о том чтобы когда пройдет мои годы этой земле я услышу хороший приятный голос в айди добрый верный раб в удел своего господина я хочу прожить свою жизнь и двигаться этим обетование которое бог мне дал что я и весь дом мой будем служить богу сложно поверьте мне как отцу и как деду сложно сложно смотреть как некоторые вещи о которых даже не думал они происходят но у меня есть слово от бога у меня есть надежда за которой оцепляюсь я иду с этой надежды по в этом мире и знаю что бог он верный бог чудесный бог любящий бог исцеляющий милосердный который проявляет благодать до тысячи родов и вашей жизни сейчас вы у экранов и у вас есть ситуация я хочу с вами согласиться в молитве о том что наш бог он верный бог надежда это как тот топлива которая двигает нашей верой без надежды невозможно получить а если мы знаем у кого получить тогда мы любим того кто это делает вера надежда и любовь хотя любовь из его выше поэтому мы говорим послушай господь бог бог один есть послушай что бог он бог любви и милосердия бог есть любовь для каждого из нас все пройдет все пройдет пророчества от языки песни пройдут да все по но позже любого станция для нас и мы идем нашему отцу с надежды або я прошу чтобы надежда которую людей поникла она поднялась опять да и мы это виде слова сегодня чтобы схватиться надежда и двигаться верой и как писание говорит невидимое станет явным для вас сегодня в исцелении благоволение и милости она 2 и